Всем добрый вечер! Меня зовут Василий. Мы сегодня с вами поговорим про большие числа вообще и про одно сверхбольшое число в частности. Перед нами уже было два замечательных доклада. Вы немножко устали и, скорее всего, замерзли, как и я, поэтому пошевелите плечами, разомните шею, потрите виски, короче, обеспечьте доступ кислорода в мозг. Он нам сейчас немножко понадобится. Те, кто хотел в субботу вечером немножко хардкора, в принципе, вы, в общем-то, туда пришли. Поэтому сразу небольшое предупреждение. Дотошное и вдумчивое колупание во всяких таких математических штуках у некоторых индивидов приводит к изменению позиционирования себя в обществе, в каком-то мировосприятии. И вообще получается прямая дорога либо в математике, либо в ШИЗУ. Поэтому просто не нужно слишком глубоко пытаться себе все это представить. То есть, в общем-то, вещи будут, ну, в принципе, достаточно сложные, но можно не нырять. По поводу сложности, да, то есть, в общем-то, мы сейчас вроде будем говорить про серьезную математику, но я понимаю, что тут, в общем-то, скорее всего, математики далеко не все. И что нам понадобится вообще из каких-то математических знаний? Мне понадобится очень мало вот эта запись, да, 10 и рядышком, вверху две циферки, 10, 21, как мы это называем. Все ли понимают вот эту запись, да? Степенная функция 10, 21. Это число 10, умноженное само на себя 21 раз, либо это единичка и 21 нолик. Вот можно так это тоже представлять. Все, если вы вот это понимаете, все остальное, в принципе, в этом докладе тоже должно будет вам быть понятно. Да? И мы, пожалуй, начнем. Значит, начнем с больших чисел, но перед тем, как мы будем куда-то двигаться, нужно вообще немножко определиться с понятием, что такое много, да. У каждого человека оно, в принципе, свое. У детей все сначала совсем просто, у них там сначала 1-2 много, потом, может быть, 9-10 это много, да. Вот он идет в школу, он уже там 20-30 считает и так далее. В какой-то момент в школе должно прийти понимание, что вообще, ну, есть там бесконечность, да, вот, и считать до нее, в принципе, бесполезно. Но в нашем, так сказать, обществе, да, уже таком очень научном все равно, есть какой-то набор чисел, чисел, которые имеют собственные имена и имеют какое-то значение, да. То есть, мы все время говорим, что тысяча, это вот там 10-3, это вот столько-то, да. То есть, в принципе, любой человек спокойно оперирует вот тысячами, вот, он может посчитать людей, он может посчитать деньги. В общем-то, для Беларуси тысяча это вообще не проблема в плане денег-то, да. Вот, и никаких проблем тут нет. С миллионами, в общем-то, тоже не очень сложно. Опять же, в силу нашего менталитета, да, зарплаты миллионами недавно измерялись, поэтому все нормально. К тому же американцу, возможно, это было бы немножко сложнее. Кстати, про американцев и доллары. Знаменитый голливудский чемодальчик такой серебристый с деньгами, туда миллион долларов не влазит. Туда влазит только 1600, поэтому чуть что берите в евро, если будут предлагать. Тоже можно. Значит, что идет у нас после миллиона? Миллиард, абсолютно верно. Вот миллиард, это уже, в принципе, ну, первый наш кандидат на понятие много, да. Обычный человек миллиардами оперирует, что такое? Миллиардами оперирует достаточно редко. Ну, такое непонятное немножко число, но на самом деле до него можно досчитать. Да, если сильно постараться, до миллиарда можно досчитать. Если вы сразу после рождения, ну, уже немножко опоздали, да, но, в принципе, сейчас начать, раз, два, три, так далее, не есть, не спить, не спать, то где-то года через 32 вы до миллиарда досчитаете. Потому что миллиард секунд, это примерно 32 года, да, это вот, ну, то, чего мы можем, в принципе, достичь, если хотите попасть в книгу рекордов Гиннесса и благополучно умереть. Вот, 7 миллиардов людей у нас сейчас на планете, 100 миллиардов их было примерно за все время, примерно же 100 миллиардов у нас клеток в человеческом теле. Окей, что дальше? Что после миллиарда? Да, у нас уже, что получается 9 в 12? Триллион, да, вот, триллион, триллион это много или мало? Вот вы когда в последний раз говорили триллион чего-то? Вот кто-нибудь вообще когда... Ну, для бюджета нормально, да. И тут его вспомнили. Триллион у нас примерно рыб во всех океанах, да, вот, к вопросу о доминирующих видах, там, люди или не люди, но. Вот, либо расстояние от Земли до Сатурна в сантиметров в хороший день. Странно мерить расстояние между планетами в сантиметрах, но надо же было какую-то аналогию проводить, да. После триллиона, кто знает? Никто не знает? После триллиона идет квадриллион. Вот, это уже такое совсем непонятное число, редко с ним кто-то встречается и так далее. Да, 10-15 нормальный, 10-15 нормальный, люди так не говорят. Вот, квадриллиона. После квадриллиона уже 10-18 идет квинтиллион какой-то и так далее. И мы добираемся до нашей 10-21, которую мы уже видели. Он имеет замечательное название секстиллион. Да, то есть, и чему у нас равен секстиллион, это примерное количество звезд в обозримой вселенной. Да, вот столько. То есть, когда-то, наверное, кто-то посчитал, что звезды это вообще сексуально, и вот дали такое название. Разумеется, нет. Все вот эти вот непонятные словообразования, которые я сейчас озвучил, они сами по себе никакого смысла не имеют. Они удобное сокращение для каких-то больших чиселок. Кстати, скорее всего, все из вас знают еще большее число, которые имеют собственное имя, и, в общем-то, имя достаточно короткое, популярное в техностуху. Вот, кто первый догадается? Google, абсолютно верно. Google – это 10 в сотой степени. Вот, как называется наша компания, достаточно известная. И кто знает, что больше Google и очень с ним связано? Да, я слышу правильный ответ, отлично. Googleplex – 10 в степени Google. То есть, 10 в степени, 10 в сотой степени. Вот такое непонятное число. Googleplex, на самом деле, ну, мало кому просто так интересен, потому что, ну, он очень большой. Его практически невозможно представить. Мы сейчас будем пытаться проводить аналогии, если бы мы пытались его записать, что бы нам для этого понадобилось. Но перед тем, как мы пойдем настолько далеко, давайте подумаем о том, какие у нас потенциальные значения вообще могут иметь смысл с какой-то, ну, прикладной точки зрения. Да, вот мы вроде про прикладную науку пытались чего-то говорить. Давайте думать. Вот 10 в 24 – это у нас масса Земли в килограммах, да, то есть, вот, 10 в 24, а там где-то Google. То есть, очень далеко, берем мелко. Можно взять, например, всю нашу обозримую Вселенную, да, достаточно большое, и плотненько так упаковать ее протончиками, по полной, вот, протончик к протончику. Вот, вся обозримая Вселенная, вся сущность, насколько есть. Сколько у нас получится протончиков? Примерно в 10 в 122-й. Да, то есть, уже больше гугла, мы перевалили за гугл, это неплохо, вот, но до гуглоплекса все еще не дотягивает. И что нам взять еще больше? Мы можем взять, опять же, нашу обозримую Вселенную, да, потому что, ну, в общем-то, нормальные физики большими объемами не оперируют. И заполнить ее не то чтобы протончиками, а чем-то гораздо меньшим протончиков, то есть, какими-то планковскими объемами, да, вот, это такая. Планковский объем — это очень мало, это субатомное расстояние, да, там будет 10 минус 30 какой-нибудь и так далее, да, точнее, у нас есть планковская длина, да, 10 минус 30 какой-то, планковский объем, соответственно, в кубе еще меньше. В общем, если нашу обозримую Вселенную заполнить планковскими объемами, получается 10 в 185-й. Вот тут нормальный человек должен сказать, баста, все, дальше не идем, потому что, ну, зачем, да, вот, и так, мы взяли весь мир, поделили на ничто, вот, и вот все это чем-то заполнили. И тема-то доклада какая, да, число Грэма. Вот, у нас есть какое-то такое число, и мы сейчас будем пытаться думать, откуда оно взялось и насколько оно большое. Сразу можем небольшой дисклеймер, эти 10 в 185-й или Google Plex, это величины, скажем так, недостойные упоминания, да, в данном случае. В общем, постановка задачи, вернемся во что-то более реальное. У нас есть кубик, да, то есть вообще это задачка на комбинаторику, задачка из теории Рамсея, он решает многие там разные интересные задачи на комбинаторику, это достаточно проста в своей формулировке. Есть обычный кубик, вон он там сбоку, все его вершины соединены между собой линиями, да, там, ребрами, диагоналями, диагоналями внутри нашего кубика, получается 8 вершин и 28 линий, которые соединяют их попарно друг между другом. Мы берем все эти линии и красим либо в синий, либо красный цвет, да, то есть вот такая веселенькая, бодренькая, пестрая раскраска. Задача звучит таким образом. Существует ли такая раскладка вот этого кубика, при котором у нас не окажется четырех точек, соединенных между собой, у которых все эти линии раскрашены одним цветом и они лежат в одной плоскости, да, то есть нету в рамках вот этого кубика вот такого маленького кусочка. Вот эти вот четыре точки, все между собой соединены, все красные или все синие. Собственно, товарищи решали эту задачку и для обычного кубика такую раскраску нашли, да, в которой нету вот такой плоскости. Но это же математики, да, комбинаторика и так далее, они обычными кубиками не оперируют, пошли в тессеракт, да, в четырехмерный куб. Я, в общем-то, говорил, что все, что нам понадобится, это знание степенной функции, но я понадеялся на то, что там массовая культура, все дела и про четырехмерные кубики все что-нибудь дослышали, смотрели какой-нибудь научный фильм или псевдонаучный фильм или ужастик вроде гиперкубок, да, да, вот все вот это встречается. На самом деле это не важно, представляете вы или нет четырехмерный куб, потому что, разумеется, мы сейчас убежим в пятимерный, там и так далее, и так далее, их нельзя себе представить зрительно, и вот как кто внутри себя воспринимает многомерное пространство, так себе все это дело и нарисует. В общем, сразу после постановки за достаточно короткий промежуток времени было доказано, что и для пятимерного, и для шестимерного куба существует раскраска, при которой в этом самом кубе не будет встречаться вот такая маленькая фигура, да, вот такая плоскость из четырех точек, где все линии раскрашены одинаковым цветом. Дальше возникли сложности, да, то есть для семимерного куба найти такую раскладку было сложно. Кстати, сейчас доказано там, по-моему, что-то около до 13 размерности, да, то есть, в общем-то, круг сужается, вот скоро мы найдем настоящее число, настоящее ограничение. И тогда человек, у которого фамилия Грэм, да, Рональд, по-моему, его звали, он работал жонглером в цирке внезапно, да, и увлекался математикой между делом. Странные раньше у людей были увлечения при их-то профессиях. И почему число называется числом Грэмом? В его честь, собственно говоря, потому что он вывел теорему и доказал ее, что существует какая-то минимальная размерность куба, при котором вот это правило не выполняется, да, то есть есть какой-то непонятный кубик какой-то странной размерности, где уже точно никак нельзя его никак раскрасить вот совсем, чтобы вот там не было вот такой штуки, да, при какой-то размерности обязательно там будут четыре точки, связанные вот линией, которая одинаково раскрашена. И эта размерность лежит где-то между шестью, в данном случае уже тринадцатью, и очень-очень большим числом. Вот это самое очень-очень большое число, ограничивающее сверху размерность этого кубика, и называется, соответственно, числом Грэма, да, вот как название нашего доклада. Почему, собственно, про него доклад, да, почему вот такое примечательное? Я не могу назвать вам само это число по причине его, ну, огромного какого-то значения, вот, мы не сможем его нигде записать и так далее, мы сейчас все оставшееся времени, в принципе, будем пытаться постичь алгоритм, по которому оно записывается, да, вот, по которому потенциально его можно записать. Сначала давайте проведем некоторые аналогии, да, вот нам нужно, ну, просто положить в голову, представить что-то большое. Как можно представлять что-то большое? Мы берем наноручку, да, вот специальную ручку, которая у нас может писать прямо по вакууму, и вот в эти маленькие ячейки планковского размера, размера, начинаем писать десятичные циферки, да, там 0, 1, 2, 3, там и так далее, ну, или ноликами, как нам удобно, и всю нашу обозримую вселенную мы, значит, записываем вот этими вот циферками, ну, и в эти маленькие-маленькие объемчики, вот, все сущие у нас теперь одна страшная вот цифра, да, вот мега такая вот цифра математики, вы кстати. Этой все еще очень мало, да, поэтому что мы делаем? Мы вспомним какую-нибудь инфляционную теорию, которая говорит, что наша Вселенная только одна из миллиардов, там, мультивселенных каких-нибудь. Окей, мы теперь берем нашу Вселенную, в которой мы оставили только цифры, выворачиваем ее наизнанку, берем все эти мириады мультивселенных, туда тоже засовываем циферки, да, то есть назовем такую операцию, там, флип, например, выбрать наизнанку, потом еще один, флип, еще один, все эти Вселенные множатся и так далее, у нас везде цифры, делаем таким образом флип флипов, например, да, то есть, чтобы вы понимали, да, там, флип в квадрате, и все равно это еще очень мало, вот, то есть, главная мысль тут какая, число Грэма невозможно представить, невозможно заполнить, невозможно записать в десятичном виде, тем не менее, формула его вывода достаточно проста, вот, и я вам сейчас буду ее показывать. Первое, что нам понадобится, и, в общем-то, единственное в своем математическом роде, да, это стрелочная аннотация к нуду, так она называется, в данном случае она выглядит просто как стрелочка. И операция циферка-стрелочка-циферка очень простая, да, это формально поднятие второй циферки в степень первой циферки. Ну, в принципе, по слайду все должно быть достаточно просто и понятно, да, 2 стрелочка 2, это 2 в квадрате, там, 10 стрелочка 10, это 10 в десятый. Вот, такая простая операция, да, все поняли первый шаг, я надеюсь, это должно, ну, мы потом к нему будем иногда возвращаться, и там должно быть понятно. Далее, 2 стрелочки, да, то есть цифра, стрелочка, стрелочка, 2 стрелочки. Раскладывается в операции с одинарными стрелочками по количеству второго аргумента. То есть, если мы написали 2 стрелочка, стрелочка 3, то нам нужно написать двоек со стрелочками вот 3 раза. Вот, и в данном случае что у нас получилось? У нас получилась маленькая такая башенка из двоечек, да. То есть, формально можем сказать, что операция двойная стрелочка указывает нам высоту башни из степеней первого аргумента, да. Если бы у нас было 2 стрелочка, стрелочка 10, получилось бы такое хлоп, куча двоек. Вот, число на самом деле было бы большое. Функция вот этого вот от двух аргументов стрелочка, стрелочка растет на самом деле неимоверно быстро. Вот мы сейчас на это можем посмотреть. 3 стрелочка, стрелочка 3, да, или 3 в 3 в 3, или 3 в 27, это сразу очень большое число, да, вот, там, больше 7 триллионов. Вот, хлоп, и ниоткуда вышло. Соответственно, если там будет 3 стрелочка, стрелочка 5, мы уже покроем наш гулплекс, да, мы выйдем за его пределы. Как только мы увеличим еще какие-нибудь аргументы, сразу станет понятно, что, ну, опять у нас все склопнулось в те самые математические вселенные, где одни циферки. Но что может пойти не так, да, можно... Тут у нас что? Ну, рассуждения на эту тему у нас уже были. Можно ведь сделать 3 стрелочки, да, вот, 3 стрелочка, стрелочка 3. И если до этого 2 стрелочки, в принципе, можно было говорить, что второй аргумент это высота башни степеней, то тут можно было бы предположить, что это, наверное, будет высота башни, которая указывает высоту башни степеней, да. Но в самом деле нет, это высота башни, которая указывает высоту башни, которая указывает высоту башни степеней. Да, вот как-то так вот это можно пытаться проживать. То есть это раскрывается, опять же, через функцию вот в двойные стрелочки, да. вот там, в эти аргументы, там это раскладывается в одинарных стрелочек, и у нас получается здоровенная такая запись из одинарных стрелочек, длина которой тоже нужно было считывать через одинарные стрелочки. Как быстро растет эта функция от трех стрелочек, в общем-то, уже можно не пытаться себя особо представлять, потому что, ну, сложно, да, она очень быстро выходит за пределы человеческого мозга. Кстати, еще одно рассуждение было на эту тему, больших чисел вообще. Если вы будете такие, поставите перед собой задачу себе в мозг поместить там какую-то часть, числа Грэма, например, или какого-то другого, ваш мозг лопнется в черную дыру. Почему? Все очень просто. Мы берем нашу материю, помним, что мы делаем, наноручкой пишем в планковские объемы материи. Это очень большая плотность материи, да, то есть плотность, при которой материя коллапсирует в черную дыру. Поэтому не делайте так, если у вас вдруг появится возможность. Ну, и, в общем-то, мы на самом деле уже приближаемся к финишной чертой в наших рассуждениях, но, разумеется, не к финишной чертой в плане вычисления самого числа. Стрелочку я сейчас, как многие могли догадаться, в очередной раз добавлю. Да, у меня появится число 3 стрелочка, 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 3, да, не напутал. Ну, в общем, 4 стрелочки. И чтобы нам было не так страшно, мы назовем его G1. Не сказать, чтобы стало, наверное, сильно страшнее. Сильно не страшнее, да? Раскрывается она, соответственно, я думаю, вы уже поняли аналогию, да, там 3 стрелки, там 3 стрелки, там башни степеней. Вот, в общем, все эти, вот это вот число G1 непостижимое. Чтобы как-то представить только, как оно будет записываться в виде башни степеней, у нас опять эта непонятная вселенная из циферок, только это уже не просто циферки десятичные. Это троечки, которые строятся в виде башенок, и у нас вся вселенная в этих долбанных троечках, которые просто пытаются нам рассказать про высоту следующей башни из троечек, про высоту следующей башни из троечек, чтобы все это дело возводить. Вот это число G1. И человек, который немножко знаком с математикой, да, более-менее, должен сейчас где-то интуитивно догадываться, что индекс единичка там вообще неспроста. Что если есть G1, то 100% есть и G2. Как же высчитывается G2? G2 на самом деле высчитывается очень просто. У нас есть с одной стороны тройка, у нас есть с другой стороны тройка, а между ними у нас G1 стрелочек. Да, то есть пока у вас это тут только что взрывается в голове, все, что мы делали до этого, все вычисления, мириады вот этих вот вселенных заполненных чисел, вот и черные дыры и так далее, были только для того, чтобы указать количество стрелочек в числе G2. Да, вот только для этого и не для чего больше. Таким образом, разумеется, вычисляется G3, у которого количество стрелочек, G2 и так далее, и так далее. Да, чего-то тут было с формулой. Ну, в общем, вы идею основную поняли, да, я надеюсь. У нас башни из этих троек, которые погоняют башнями троек, и чтобы их вычислять, нам нужны снова башни троек. Таким образом, мы промежуточным итогом остановимся, посмотрим, насколько быстро еще раз они растут. Одиночная стрелочка у нас 27, двойная 7 триллионов. Тройная уже там, ну, до Сатурна мы не дотянули по высоте башни из троек, но до Марса в хорошую погоду мы дотягиваем, и четыре стрелочки у нас G1, на которые нашей Вселенной не хватает. Все, на секунду остановились, все поняли, да, там тлен, безысходность, мы ничего не значим в этой Вселенной и так далее. Алгоритм работы G1, G2, G3, их расчета, точнее, мы тоже себе в голову, в общем-то, положили. И что у нас остается, точнее, к чему мы приходим? Мы приходим к числу, которое G64. 64 итерации подсчета стрелочек предыдущих чисел, да. И вот это G64 на самом деле и есть число Грэма. Я напомню оригинальную постановку, мы искали размерность кубика, в котором собирались раскрашивать линии между четырьмя точечками. И вот это G64, вот это абсолютно неподдающееся понимание количества цифр из башен степеней, это размерность кубика. Да, то есть вот еще. Не количество, ну как? В трехмерном пространстве 8 грани. Да, 8 точек, да, и грани соответственно, 6-6 грани. В 64-мерном? У нас не в 64-мерном пространстве, да, то есть у нас в четырехмерном кубе уже сколько? У нас 16 точек, там 120 линий соединяющих, это в четырехмерном. А в пространстве с размерностью G64, я разумею, ну, G64 плюс какая-то формула будет вот количество вот этих вот точек с этими грани. И, напомню, да, человек доказал, что есть какая-то размерность, и она лежит между там 13 и вот этим числом. То есть вы сейчас для себя можете просто посидеть и подумать, вот, а как же он пытался это вывести, да, вот как же он математически пришел к вот этому аду вообще. Ну, как это, да, то есть это вполне научное доказательство, это число, которое сейчас имеет смысл. И момент опубликования доказательства, в общем-то, оно даже было заметено в книгу рекордов Гиннеса как самое большое число, которое участвовало в серьезном научном доказательстве. На данный момент существуют, грубо говоря, числа значительно больше, чем число Грэма, да, которые тоже участвуют в серьезных научных доказательствах в какой-то комбинаторике. Но мы их трогать не будем. Число Грэма такое самое распиаренное, да, в основном в силу того, что оно достаточно просто объясняется и выводится, да. Вот я вам про него рассказал за 10 минут, все остальное там выглядит значительно сложнее. Зачем я вам все это рассказал? Вот мне там в анонсе лекции кто-то комментировал, а про практическое применение что-нибудь будет? Я думаю, в общем-то, сами можете ответить на вопрос про практическое применение числа Грэма. Практического применения для вас тут, разумеется, никакого не будет и вряд ли когда-нибудь для кого-то еще будет. Так зачем же я рассказываю? Ну, наверное, чтобы покачать ваше воображение вот в эти непонятные масштабы, да. То есть вы задумаетесь на тему того, что вот мы в космос полетели недавно, да, там, то, что вообще летать-то в космос можно, открыли там еще несколько сотен лет назад. А еще совсем недавно в масштабах Вселенной, да, там, буквально, ну, не триллион секунд, ну, там, в десятьдесятый секунд что-нибудь такое, мы еще ползали по деревьям, там, ели бананы и так далее. Вот. А тут кто-то додумался до вот этого, да, до числа Грэма. Поэтому можно думать о том, что через какое-то время, там, пройдет сто лет, тысяча лет, там, сто тысяч лет, а они пройдут, вот, они так же у нас в голове не укладываются эти сто тысяч лет, как и все остальное, как число Грэммона, они пройдут. Если это несчастное человечество или то, что там вместо него будет, все еще будет существовать, вполне может быть, что вот это будут проходить в школе, да, что будут какие-то операции математические, где подобные величины будут нужны. А пока просто живите с этим, да, вот. Знаете теперь, что это есть?